Доброе утро, дорогие друзья. Итак, все новое. Мы с вами сразу проскочили брешит и перешли к главе нох. Уже как бы потоп, уже совсем другая жизнь. Брешит всегда мало достается, потому что там слишком умно, слишком мудро и не все понимают. Поэтому переходим уже к жизненному положению нох. Написано, что мир живет по тому, какая недельная глава читается. И вот эта недельная глава, она должна напомнить нам об одном. Что Бог сначала создавал идеального человека и дал ему возможность делать то, что он хочет. Ну, человек и наделал. После этого пришлось потоп и так далее. Сейчас мы тоже находимся в такой ситуации, когда мир затапливает то одним, то другим. Наверное, все-таки мы уже начинаем исчерпывать лимит доверия дворцам. Но это пессимизм. А оптимистический взгляд совершенно другой. Мы с вами должны сейчас, когда началась новый год, новая неделя, новая глава, все новое. Мы с вами начинаем новый курс наших уроков опять сначала. Кстати, извините, если где-то что-то повторюсь, но это вряд ли. Я постараюсь что-нибудь новое. Ну, по крайней мере, на 80%. И вот сейчас мы должны самое время начать себя лепить по-новому. Мы должны чуть больше времени уделять учебе, чуть больше времени уделять душе, чуть меньше своему телу. Потому что тот путь, который мы шли раньше, он тяжелый, неправильный. И, безусловно, в этом году у нас есть больше сил, больше возможностей. Был один такой мудрец, его звали Йоси Адас. И вот он ввел уроки большие, и у него был жестянщик, который все время у него учился. Потом у жестянщика родилась еще двойня, и он стал больше работать, перестал ходить на уроки. И вот Раф послал к нему дочку с большущим самоваром. А смотрел его жестянщик, говорит, слушай, а где дырка? Она говорит, дырки нет, просто у нас гостей стало больше. И папа попросил прилепить второй краник, чтобы можно было больше, не хватая чая, чтобы всем хватило. Жестянщик говорит, подожди, но если воды недостаточно, надо купить самовар побольше, нам краник ничего не даст. Она говорит, не знаю, мне папа прислал. Ну, он пошел к Рафу, говорит, Раф, что такое, я не понимаю, кран не решит проблему. Нужно увеличить объем. И я так думал, сказал Раф, но добавочный кран я решил заказать в соответствии с твоим методом. Каким, спросил жестянщик, разве ты не понимаешь, что заработок отмеряется нам в Роша Шана? Все, что мы получили в Роша Шана, вот это мы и получать должны. На нас возложена обязанность прикладывать старания, чтобы как бы притянуть вот эту вот выделенную нам браху. На что это похоже? На самовар, наполненный водой. Надо лишь открыть кран. Ты полагаешь, что ты должен больше зарабатывать? Ладно, но что должен сделать? Увеличить объем, чтобы стало больше воды. Каким образом? Добавляй заслуги, увеличивай изучение духовности, меняй свою душу, и тебе изменится в лучшую сторону предопределение. Поэтому, больше того, а ты что сделал? Ты уменьшил занятия, открыл добавочный кран в виде дополнительных часов работы. Они не принесут ничего. Пророки обещали нам, что в будущем, с приходом Машеха, у нас вообще не будет ни ревности, ни ненависти, ни зависти, ничего. Это произойдет потому, что мы будем чувствовать в основном душу, а не тело. А сегодня, пока мы живем в таком мире, вот как есть, есть очень важный рецепт. Мы должны перестать видеть себя клиентами Всевышнего, о которых Он должен заботиться, обязан. Он нам ничем не обязан. Это мы должны, мы должны. Потому что если идти этим путем, никогда не будешь доволен. Мы должны служить. Вместо этого смотреть на себя надо, как на служителей Творца. Мы должны ему служить. Мы должны что-то искать к нему в пути. Мы родились для того, чтобы работать, а не для того, чтобы получать. Все проблемы мира, все проблемы человека связаны вот мне, мне, мне. То есть когда человек только хочет получать и не хочет делиться, он нарушает те главные основы, для чего он приходил в мир, на которых мир построен. Мир эгоизма это мир уничтожения. Человек, когда человек что-то дает, появляется любовь. Когда человек отдает, он освобождает какое-то место, и получается, что можно туда войти браха. Человек должен давать, человек должен делиться, человек должен улыбаться. Вот это вот такие параметры, которые нужны, вступая вот в этот новый непростой мир. Поток произошел потому, что человечество зашло в тупик. Не было никакого варианта выйти вот из того тупика. Был только один, стереть с лица земли то, что было, и начать новую, если хотите, заполнять новую программу. Я очень боюсь того, что сегодня мы находимся в аналогичной ситуации. По многим вопросам, в первую очередь духовным, мир заходит в тупик. Но это не значит, что обязательно должен быть негативный результат. Может быть мы с вами в этом году изменим ситуацию. Может быть мы с вами начнем совершенно иначе смотреть на мир. Еще раз, давать, а не получать главный код этого года. Спасибо. Брахава Ацлаха. Всего самого-самого лучшего.